так настраиваем всем здравствуйте так пока все присоединяются всех приветствую друзья привет привет всем привет ирина привет друзья всем привет сегодня прямой эфир это мой так скажем первый прямой эфир который я собралась сделать все таки решилась потому что потому что наболевшие наболевшая тема да всем привет друзья еще раз очень приятно всех видеть сегодняшний эфир посвящен аллергиям и астма вообще на планете земля наверное мне кажется уже практически каждый ощутил что такое вообще аллергия у кого-то на что-то вот все равно на что-то где-то да то есть аллергия это как проявление защитная реакция организма я хочу рассказать вам свою историю почему вот вообще я собралась сделать прямой эфир потому что мне со всех уголков так скажем нашей земли уже всем я пишут звонят и спрашивают а как же все таки я восстановила сына да то есть все знают историю наверное и вот сегодня наверное расскажу историю своего ребенка сегодня ему восемь лет вот но когда-то два года назад практически да ему поставили бронхиальную астму все началось с похода в садик в четыре года да также он болел как практически как сегодня дети тоже приходит да все в соплях все кашляют ну я как-то вот не придавала этому значения ну вот сопли сопли и вот как-то две недели вот это была первая наша болячка это была пневмония вот что в принципе и наверное и вот тянулась и до сих пор как бы все это восстанавливаем но уже практически все лучше конечно на следующий день мы отказались от гормонов мы сидели на гормоне вот это вот такая штука который он постоянно у меня дышал вот утром и вечером да то есть такая дозировка тут еще такая хорошая вот и конечно это все било тоже по психо психологии то что это нужно было дышать каждый день утром и вечером и что самое интересное что у меня постоянно кашлял как бы продолжал кашлять у него был сухой кашель мы ходили по врачам и нам назначали таблетки до определенный там зертек ну я не буду уже вдаваться там в эти лекарственные терапии терапевтические моменты у каждого свои но в принципе даже не у каждого свои наверное у каждого одно и то же как то знаете вот нам прописывали мы вот лежали когда с этой пневмонии в больнице на нем наверное испробовали вообще весь склад потому что одно не помогало второе не помогало третье тоже не помогало это все было антибиотики да и какие-то гормоны которые он дышал уколы ему постоянно ставили этот отек убирать то есть у него все уходило у него были слабые легкие всем привет еще раз очень рада вас видеть и что ребенок у меня получилось так что мы вообще не ходили никуда то есть мы не могли выйти из дома то есть у него начиналась уже началась аллергия то есть на фоне лекарственной терапии у него началась аллергия на все что можно и нельзя то есть с каждым разом у него добавлялась присоединялась например не было аллергии на кошку стала аллергия на кошку да вот и с каждым разом это все как то вот и вот он как вот снежный ком так скажем облип этими всеми аллергенами и организм уже конечно кричал но я сама понимала что другого выхода как лечиться вот люди лечится же мед пьют когда вот они там что-то с горлом там калину малину что-то да вот мы вообще такое не могли пить потому что нам было противопоказано это все поскольку нам вы поставили аллергию на кошку собаку перо на луговые сорные травы на деревья на на еду у него была перекрестная то есть береза это с яблоком там из фрукта овощи нельзя и он у меня в принципе лучше скажу что он вообще кушал у меня ел только вареную картошку я ему варила так посолит ее с чесночком там что-то чуть-чуть и ну и рис вот остальное как-то вот он пытался что-то съесть он постоянно кашлял он не мог доесть нормально то есть у него был сухой кашель на протяжении больше года да но это когда в принципе мой гормон 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 значит назначили потому что в один прекрасный вечер вообще я была против вообще вот этой вот этих гормонов и медикаментов но вот что делать да никто ничего не мог так скажем не мог ничего другого назначить то есть у нас были назначения одни и те же то есть мы ходили по врачам я вот тут вот смотрела сегодня что нам назначали врачи я это все все так вспоминала вот как это все было это было да вот в коралловом клубе я уже сколько с 11 апреля 2017 2018 года мы начали вообще пить эту коралловую воду и вообще благодаря конечно массажисту нашему которому выходить мы ходили везде вот прям даже знаете такой вот у меня в голове немного я уже подзабыла с чего все начиналось и сам процесс да потому что сейчас все хорошо и как-то вот подзабыла чуть-чуть вот вспоминала вспоминала не могла никак вспомнить цепочку событий но вот одна один врач вот международная международная академия здоровья у нас хабаровске есть вот у нее вообще очень схожа концепция наличие лекарствами а схожа с коралловым клубом это вот я поняла потом когда мы к ней потом пришли конечно тоже она назначает все то есть очищение да то есть но это все с помощью полисорба все с помощью каких-то вот энтеросоргентов тоже вот используя конечно и лазальные спреи там витарон там всякие вот эти вот капли витамина а цинк то есть все назначает как-то вот да вот как вот в принципе в коралловом клубе только у нас коралловом клубе что у нас все такое оно органическое и почему вот я еще раз хочу напомнить ну сказать рассказать почему собралась сделать прямой эфир потому что многие люди пишут и звонят насчет того что да ну расскажите как же мы мучаемся с такой проблемой у нас такая же проблема я понимаю что если сегодня даже на сегодняшний день на сегодняшний эфир прямой хотя бы хоть кто-нибудь да вот посмотрит и кому-то скажет и может быть это для кого-то актуально кто-то кому-то расскажет вот да как мы это все делали и они примут это себе как вариант и они у них будет будет восстанавливаться потихоньку их организм уже не зря живу да но на самом деле уже не зря живу потому что очень многим уже помогла и помогаю до сих пор советами даже люди с которым с которыми просто звонят который будучи уже в коралловом клубе они звонят мне вот при сочи там очень много то есть люди как бы везде до страдают этим заболеванием то есть вот особенно дети у него детей конечно очень жалко если родители не хотят как сказать вот дети мучаются но родители в принципе не хотят они об этом узнать об альтернативах ничего то есть и вижу как как снежный ком оно все знаете вот у ребенка это накапливается да ну ничего он перерастет ну ничего он перерастет но ребенок то я вижу у него там вот там тут дал как бы вот кишечник плохо работает там еще что в принципе конечно кто слышит об этом кто видит кто это знает берет эту концепцию здоровья коралла клуба и по ней идет он восстанавливается это сто процентов это 200 или за миллион тысяча процентов на следующий день конечно но вернемся к моему ребенку которому поставили баронахиальную астму до два года назад дыша конечно постоянно это ходя с ним и и утром и вечером и постоянно сумки таская да и после него надо кстати чистить зубы пить чай обязательно воду что-то съесть и вот ну я просто покажу вдруг может быть кто-то не знает что есть вот такие паровозы или что-то там еще да это небулайзеры вот сюда в трубка стыкается да но это может быть кто не знает просто показываю наливается там специальная жидкость и дышится это все это вот я с этим паровозом постоянно по больницам с ребенком так скажем ходила лежала то есть мы не вылазили оттуда практически скоро это было наше все потому что его тут кстати тетя у меня присутствует здесь тетя оля здравствуйте эти оля у меня провизор с уссурийска вот очень тоже способствовал как бы помогала нам в решении наших проблем по медикаментозной связи да просто я понимаю что в медицине сейчас там есть одно там например мы дышали этот серетит он что делал то есть ребенок кашлял и он помогал открывать просветы бронхов чтобы ребенок не задохнулся ну чтобы дал как бы гормонально поддерживает и потом когда нам массажист алексей астафьев очень благодарна ему за это мы пришли к нему где-то через год уже дышали этот серетит нас должны были снять с него но мы пришли к нашему врачу она сказала вы знаете я вам повышаю дозу я буду а как вы же сказали что снимете она году он у вас кашляет так что повышайте я говорила давайте может проверим кишечник или желудок она говорила это дело не в кишечнике совершенно это легкие и я конечно разводил руками она говорила так давайте подготовитесь еще два месяца и мы сделаем вам укол осид это такая система то есть как бы если на березу то вот этот аллерген березы вкалывают вену да если там на кошку кошку я потом начиталась что если неправильно это все сделают то есть там как бы просто это идет может пойти эти квинки и там что-то да какой то вот такой то есть у меня вообще такой был страх насчет этого и вот благодаря ли я искала искала конечно то есть пока я дошла до 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 массажиста благодаря тоже юлии моей подруги значит я испробовал на кирилле все наверное то есть я искала то есть я его обливала холодной водой ледяной просто то есть он вставал у меня в ванну я обливал его ледяной водой тоже какой-то там метод значит ага до 42 градусов до поднимать тело сразу горячий то есть там иммунитет начинает работать что-то вроде убивает бактерии и конечно две недели он и так продержался потом я его гоняла по комнате обтирала то есть быстро быстро обтирал там приседал отжимался и так далее две недели то есть он у меня заболел да ну в общем я отложила этот метод взяла метод дыхательной гимнастики по стрельникова по бутейка позвонил уже в клинику в москве мы хотели туда приехать то есть нас уже в принципе ждали муж стал да и мы ну то есть нужны были деньги муж сказал да если нужно давай поедем вот спасибо моему супругу он конечно всегда нас обеспечивал деньгами нужно на лекарства на тебе нужно туда давай поехали но благодаря тому что мы попали алексею да и вот он не промолчал то есть он как массажист он сказал нам показал просто бутылку такую пластиковую там плавал плавала саше такое да саше корала но я в принципе про коралловый клуб уже давно вот знала только все плохое ну вот как бы такие пакетики они такой пакетик он плавал в этом в бутылке да и он мне рассказал что вот нужно это пить мы мы конечно с мужем моим мы с ним мы с мужем вообще очень сильно ругались ну так скажем не то что ругались мы были недовольны вообще похождением к нашему массажисту но сегодня мы очень благодарны мы ему очень благодарны за то что он вообще по сути дела вообще вот эта вот штука она спасла вообще нашу семью потому что мы очень сильно на фоне того что ребенок постоянно болел это были постоянные конфликты с мужем да ну понятно то есть напряженная обстановка в доме да в целом потому что это постоянные скорые это вызовы это ну то есть это вот невозможно так жить это вообще вот если вот вот так люди живут же и разводятся потом да то есть ребенок остается без папы мама одна воспитывает я очень много за два года я познакомилась я познакомилась с большим количеством людей они как бы они не относятся к ораловому клубу они то есть разведенные и почему потому что у них у ребенка астма астма то есть но астма понятно аллергического характера то есть она начинается аллергия да это как защитная реакция организма то есть сначала аллергия потом астма не знаешь когда тебя накроет вроде как все хорошо а потом вдруг нечаянно до тебе дышать тяжело а чула что это вдруг так стало нечаянно тяжело дышать и все как бы да и вот я сама в принципе аллергик я понимаю что то что мы едим то что мы дышим на сегодняшний день как бы вообще в мире наш что творится там уже никому не надо говорить конечно можно закрыть на это все глаза дадут никто говорят ну и что теперь не жить что теперь не кушать что теперь вообще вот ну что ну конечно если у человека все хорошо ничего не можно не думать в принципе об этом пока не не так скажем петух не клюнет до в одно место просто хорошо когда я говорю вот вот это вот вода она всегда со мной сейчас в сумке мы берем везде и вот благодаря кстати анастасии сверченко анастасия да я постоянно слушаю как помню результат анастасии когда анастасия сказала мне по телефону мы с ней разговаривали на год вот знаешь когда я сидела на сайпане через будучи год в коралловом клубе вот она чувствует она почувствовала что ее накрывать если у него был отек квинки вот на протяжении жизни да то есть она знала об этом и тут вот ни с того ни с сего ее накрывает и она понимать что вокруг у нее никого нет и одни вот иностранцы и что делать то есть она что она берет вот внутри было только вода вот этого коралла коралловый пакет surface вода до кораллы то есть она берет один пакетик коралловый там коралловый она открывает высыпать в род в но и запивает второй корал открывает запивает третье открывает открывает да высыпается певает и потом она чувствует что у неё отек сходят я это прочувствовал на своем сын и то есть очень много за это время было таких случаев когда я ему во-первых бронхоспазмы пока скорую дождешься да тут можно точно уже это ну просто долго едет 50 минут как бы это вообще звонишь звонишь и и такая вот эта ситуация и конечно когда ребенку было тяжело дышать я помню я ему делала то есть когда он не заболевал у него что происходило у него сразу шла шла инфекция на бронхи да и обструкция то есть он сразу хрипел то есть хрипел сипел все у него забивается мокротой бронхи я не врач я не медик да и я вот просто делюсь своими своим наработанным опытом может быть где-то вы меня подправить и где-то может быть какие-то слова неправильно говорю сразу хочу извиниться если среди нас медики например но факт остается фактом что я вот эти кораллы испробовала на ребенку на ребенке на себе но ребенок как бы очень показательные вот его здоровье конечно это не это не все с этого все началось с этого все началось и я конечно вообще всем желаю вот это иметь просто сумки на всякий случай она во первых противо простудная противо вот ротовирус у кого да вот кто-то вот может быть знает таких людей очень много знаю кто и мы сами прошли через это когда не знаю кораллового клуба у нас был ротовирус то есть что это такое это когда ребенок начинает просто ну у него рвота бесконечная до зелени да даже до изнеможения вот и нас тогда у него было обезвоживание и нас положили в больницу мы сделали просто ну какие у нас условия в больнице можно не рассказывать наверное хотя если кому интересно там просто очень холодно ну неуютно и к тебе относятся как вот ну мягко сказать по нормальному да то есть они как-то ну как то очень все тяжеловато вверх сама обстановка в больнице зайдешь и уже заболел психосоматика играет да а вот потом значит то что там три часа лежишь вот это вот тебя ребенок маленький до приезжаешь там в три ночи тебе делают вот это вот вот накладывают шину на руку делаю дырку большую до что туда вот как бы втыкать вот этот скажем от катетер до что капать человека но ребенка и ребенок лежит неподвижно три часа то вот да это вот ротовирус когда вот смотря какое обезвоживание ну потому что ребенок мало пьет да то есть не хочет не может уже температура высокая конечно его и колят и катетер туда вставляют и вот это вот состояние когда ты постоянно не можешь ребенку помочь и вот он и когда вот намучаешься конечно вот в этом во всем начинаешь что-то искать другое уже и когда мы были постоянными клиентами аптек и у меня были огромные просто вот сейчас у меня вообще даже не я вообще забыл что такой аптеки я хожу туда только заваты и там за что-то может еще купить такое соль для ванн ну вот а я забыла туда дорогу потому что забыла дорогу вообще в свою поликлинику 24 которая наша районная вот недавно я говорю когда уже давно мы не вызывали никого но так получилось это было в том году ребенок чуть-чуть как-то под простыл и он осип и с осиплым голосом как-то вот заснул да вот а я его как-то и он и воду не пину нет не хочешь ну и ложись ну ну что там но и батареи то включи включены батареи зима же и закрыт балкон у нас вложить и воздуха нет ну как-то вот все очень все какая какая-то суета была и он в три ночи просыпается с огромными глазами потому что вот у него там вот это вот да в горле вот это все застыло и он испугался видать да и мало то что он испугал я испугалась да я понимаю что это первое что вообще диагнозов диагнозов то много всего сколько там 12 до причин заболеваний первое вообще это что это психо психология то есть человек может в принципе даже и не испугаться может и не заболеть но если он смотрит на маму до мама тут с такими большими шарами потому что в три ночи и как бы я уже забыла что такое болячки всякие тут вот у ребенка начинается вот и поэтому после этого конечно мы вызвали врача ну это скоро мы вызвали скорую которая ехала 50 минут я говорю тогда вот он не мог что-то не вдохнуть не выдохнуть я давая взяла эту воду кораллову это вот первая помощь да вот что даже что делать горячую ну то есть кружку горячеватую воду стакан там 300 350 миллилитров вот и я просто вот взяла со шеи просто разорвала и туда высыпала взяла еще у меня такая есть штука это микро гидрин это вообще как бы такая вещь которая но это вообще отдельно про него надо рассказывать она больше еще больше и щелачивает то есть она воду делает еще более щелочной то есть вот это все вот это вот например вместе она бронхоспазм конкретно прям сразу можно в принципе и коралловой водой просто если нет ничего под рукой но сразу вот прям моментально это вот это то есть одна капсула и там две капсулы можно сыпануть туда там вот при таких знаете сумасшедших каких-то бронхоспазмах или я не знаю что у него было бронхоспазм или что но в общем он не мог выдохнуть и вдохнуть может у него тут что-то вот отек какой-то пошел в горле вот и и пришла вот в общем открыли мы дверь балкона да и вот он у меня я его игру мужу давай оставь его туда сама побежала включила чайник он вызвал скорую муж конечно она ехала 50 минут я буду что там скорая что ну то есть как бы вот переживая за ребенка а он стоит там до открыли мы балкона он холодно и он все равно и он прям хрипит хрипит вот этого состояния я ему что я ему взяла как бы эту воду сделала горячей горячей воды дала ему пить вот просто если обычную воду дать я уже пробовала она вообще так не действует а если вот именно вот эту коралловую с микро гидрином еще то есть она прям вот но на глазах он у меня где-то ну выпил наверное я ему подливала все подливала в чашку знаете ходила и он у меня сам сел потом на кровать уже и такой розовенький сидит он все я бы нужно что ну и все муж у меня тоже успокоился потом приехала скорая и говорит ну что случилось у вас вот это ребенка ребенок такой сидит уже розовый но нормальный ребенок уже все они смотрят я буду вот у него так то так то было она говорит вы уверены у него все хорошо то есть давай его слушать послушала и говорит ну даже жестковатое дыхание немного а что вы делали я бы ну вот я корову воду давала она записала все это в кита ну то есть в танцу ну давайте вызовите все равно врача с этой ну с районной поликлиники пусть она его послушает ну что врач пришла она сама с аллергией она нашла у нас знает она как-то пришла к нам она рядом с нами еще живет и говорит а я как а я думаю чего это мы пропали чем вы тут лечитесь и иной показала ногой ага ну и лечитесь гаи дальше этим же самым говорит и такая пошла и будет она даже его не послушала не посмотрела вообще как бы она просто поняла ну то есть она нас уже давно не видел нашу карточку ну уже где сколько мы уже там больше года нас там уже нет получается как мы подсели так скажем да на эти кораллы может забыть что такое к поликлинике я думаю что в принципе конечно можно или выбрать звонит ой извините звонок был вот некоторые конечно для доверяет врача но я вообще скептик вообще по натуре сама я никогда я в принципе я почему и так дошла виды до такой вот до такого состояния ребенка довела потому что я доверяю я пол стива чам по-другому лечить нельзя было у него была обструкция постоянно не то есть хрип и хрип и это все это бронхит но дальше может быть и пневмония правильно как бы дальше пошли пошел мы в принципе с этой пневмонии так и ну как бы с этими соплями сначала у него были сопли как это все получилось да и после этого конечно я понимаю сам процесс вот этот сначала сопли их не лечишь ну как-то него все текут и текут как-то вот у кого если иммунитет покрепче да там что-то вот как-то более более-менее справляются а вот у нас видать вот вот так вот я вообще с детства я сама была с аниме и у меня вот вечно вечно то что-то не хватало в организме видать меня ноги холодные как-то вот ну такая вот всегда до было такое здоровье было и вот я ребенку такое передала туши я не готовилась к рождению ребенка видать надо было готовиться же и правильно действительно надо готовиться чтобы сейчас не подошел потом не пожинать плоды да вот как бы что имеют дети просто знаете в сегодня люди они не знают об этом как готовиться вообще вообще что за бред что готовится как подготовиться обычно обычным способом да там как быть чистым как по-другому подготовиться да ну попить витамин как-то что-то вот каких-то там а чтоб почиститься да люди даже не знаешь надо почиститься и что вот эти вот живущие в нас я даже в принципе я раньше знала вообще о караловом клубе честное слово я знала но не доверяла ему в принципе как но мне не надо было туда мне говорили что там пугают людей паразитами и глистами да и мошенники мошенники какие-то сидят там что-то по темнопольному микроскопу что-то там кровь куда смотрят что-то там вот ну что-то такое вот знаете мошенническое пахло чем-то вот таким я конечно же туда да я даже и не думал об этом пока вот не до такого не дошла и и потом у нас аллергия была на все нам нельзя было гомеопатию травы и вот это вот все нельзя было я бы его и ромашкой бы отпаивал на некоторые вот как бы потихоньку так у нас вы вообще у нас просто аллергия на нее было сразу у него сразу текло из носа у него сразу кашель сразу он сразу он ну как бы вот получается не сразу на следующий день могут заболеть подхватить что-то он даже вот элементарно если ноги промочить но руки ноги промочить все у него на следующий день хрипы внутри вот слушаешь его хрипы вот все у него пошло вот эта обструкция называется скопление мокроты и конечно когда вот это состояние когда потом уже человек он уже он меня ходила первых один раз в три дня в туалет раньше сейчас он у меня ходит по два по три по четыре раза зависимо от того что он ест да и когда я сейчас понимаю вот концепция здоровья есть да когда на входе и на выходе нет проблем то есть когда ты кушаешь и когда ты входишь да это должно все с тебя выйти обязательно и когда ты еще пьешь достаточно количество воды потому что если ты не пьешь воду а ну как она с тебя выйдет на самом деле это все как-то вот ну проблематично мне кажется вот и конечно благодаря кораллон клубы сегодня мы имеем другое качество жизни мы имеем муж у меня теперь то есть во первых и мы успокоились сегодня я уже забыла что такое вот волноваться по поводу того что если ребенок простыл то есть я вообще я теперь знаю что делать то есть во первых это это серебро да и то просто он у меня сейчас не простывает я уже как бы забыла что это такое как бы взяли там паразитар куда в канала клубе есть хорошие такие паразитарные программы мне очень нравится вообще конечно вот кто вот это все создал это вот памятник при жизни поставить компании 21 год и продукция конечно как все говорят это дорого продукция на самом деле не дешевая да ну если взять как конечно если один возьмешь какой-то вот например водичку да там или что-то еще одну а там же комплекс надо брать да и поэтому конечно думаешь что нет денег нет ну денег нет тогда ну что к врачам тогда ну как-то вот люди и привыкают же так жить же денег же нет но я для себя нашла способ потому что денег нет я такая же как все я сижу дома у нас однокомнатная квартира муж особо на самом деле сегодня он не зарабатывает да так много прям ну за квартиру заплатить там ну как обычно средний человек и у меня есть конечно что у меня есть инструмент в караун клубе благодаря ему конечно я сегодня имею кэшбэк это мне очень нравится конечно вот и и что сочетаю вот читаю ваше сообщение напишите пожалуйста что вы даете ребенку противопозятки в каких дозах что это и даю ребенку ну вот например вот эта паразитарка примеру да вот смотрите это кара муравьиного дерева это листья черного ореха это серебро да вот такое серебро вот вообще это серебро такое классное вы знаете вот эти брак эти всякие хрипы а бракоспаза вот нам пульмикорт его раньше выписывали да вот вот я как я вместо пульмикорта сейчас вообще ну раньше сейчас уже мы не дышим но раньше когда мы вот проходили все это у него же как бы должно как бы процесс то шел да вот там где-то простывал паразитарку все проходили вот я ему вливала как бы туда вот вместо где в ингаляторе не в ингаляторе не вылазили ну где дышать да ну четыре там шесть пшиков вот таких да и вот как просто садила то есть это серебро он дышал она просто отлично помогает плюс вместе вместе с вот этим делом в горячем виде то есть коралловая вода один пакетик на 350 миллилитров где-то 400 можно да вот и микро ядрин капсулу туда и вот отпаиваете просто ребенка вместе с паразитаркой плюс еще туда конечно нужно что паразитарку то есть это как бы не все вот я вам сейчас покажу туда нужно во-первых вот для тех кто вообще для всех вот что нужно это вообще такая вещь я конечно расскажу потом про свою историю но это будет может в другой в другом прямом эфире это ассимилятор это ферменты растительного происхождения то есть это то что оно зашло значит сделала свое дело переработала до ферментов то есть просто она перерабатывает весь всю еду любой белок в организме в крови работой с кровью слизь убирает вот у кого вот проблемы да вот бронхи там да то есть почему а почему слизь убирает в бронхах как бы ее становится меньше чего начинает выздоровлив потому что это вообще кишечная проблема то есть вообще все проблемы с кишечника оттуда все всасывается ну почему вот как бы здесь кораллоклуб он направлен на очищение да это так это вообще очень умная такая концепция сейчас минуточку а так еще а для того чтобы для того чтобы при паразитарке используйте еще серу обязательно просто обязательно ее используйте это серо так запись будет запись да у меня в принципе она там записывается запись запись должна быть надеюсь на это я потому что там галочку то поставил что запишется или нет вот этот вопрос надо должно записаться так серу потом а я ребенку даю лицетин да это такие я вообще лицетин это вообще печень это для печени для нервных вот такие вот капсулки знаете там внутри соевый лицетин что это такое он восстанавливает во-первых это нервный этом это мозг это миленовые оболочки нервных окончаний у нас восстанавливает он восстанавливает клетки печени да вот затем что ну вообще вот как бы я сказала про эту кору муравьиного дерева ее можно вообще пить нон-стопом ее можно пить нон-стопом вот у нас одна женщина пила где-то около двух лет просто каждый день да вот там не знаю ну по две два раза может быть пила передоза нет вообще никакого и у нее грибок с ногтей сошел то есть это вообще противовоспалительная а есть вот такая с селеном весь с моты это противовоспалительная противобактериальная противо микробная да и ну вообще вещь такая просто супер вот например вот это это лист черного ореха да там витамина c 40 раз больше чем в лимонах и это это классная вещь против вообще вот вместе вот это бронхиты у кого начинается это вообще вот ну главное даже если человек заболел уже у это у него процесс пошел до какой-то бронхитный у меня просто подружки были такие которые мне звонили вот их что им назначали антибиотики они их пропивали и снова заболевали то есть получается что и опять им снова назначали таблетки и они вспоминали меня что я им когда-то говорила про это и и вот они меня звонили то есть мы начинали ну брали себе да есть в принципе можно в принципе еще использовать вместо листа кошачий коготь у меня с собой просто нет показать кошачий коготь кора муравьиного дерева серебро суперфлору туда же в догонку обязательно сделаете воду обязательно с микрогидрином да а есть еще вот такая вещь это люцерна вот люцерна это противоопухолевый это это почки это вообще как ёршик для кишечника он так очень мягко на себя царбирует всю грязь токсины и выводит с организма то есть тащит на себя как клетчатка действует то есть ну классная вообще вещь она еще называется как как противоаллергическая такая травка я вот раньше боялась ребенку давать у нас же вообще вот представляете у вас не возникает вопрос как вот мы перешли на на эту траву я вообще когда пришла в коралл-клуб я очень переживала как его перевести ну потому что для меня это был ужас и страх мне казалось что вот у него сейчас будет отек венки но видать у меня уже тоже психосоматика срабатывала я понимаю то что он задыхался и все такое да и тут вот как вот перевести а переводить то надо и вот мне сказали конечно начни вот благодаря спасибо насти большое ты мне сказала тогда отпаивайте его водой в две недели в концентрированном виде то есть одно саше на на кружку на смитая сказала вы же дома сидите говорит вот и поработайте на ребенка потому что за две недели у людей такие сумасшедшие результаты на этом и на самом деле настя она не ошиблась то что не ошиблась на сято понимаю что она то знает про что говорит а я то просто очень вроде как бы веришь да хочется верить как вы знаете свет в конце туннеля и на самом деле я его от паил же вот был же кашель сухой я ему просто давала вот эту воду и главное что в день ему в день получит тут вот по 10 штук внутри а я на кружку где-то 350 миллилитров я брала по одну ну то есть в день уходило три три саше ну то есть вот этих вот три фильтрика на киеве на ребенка в каждую кружку он у меня выпит я все вынимал это я сама пила новый достаю опять в кружку опять в горячем виде мешаю этой палочкой деревянной из под суши ложкой деревянной его отпаивала через каждые пять минут ну как в принципе настя мне сказала и настя потом сказал что присоедините присоедините ассимилятор и он у вас быстрее выздорове вот ну то есть потому что мне больше ничего нельзя было я боялась а еще вот чем я пользовалась это вот серебро потому что ножка где не имеет травы да и вот это нет не трава это кораллу вот и вот таким образом через у него был сухой кашель он не кажется только когда спал и через две недели где-то с половиной у него вот здесь начал что-то бурлить булька что-то такое знаете вот я сначала я не понимаешь что с тобой заболел что-то и что а он потом вот ходили на улицу как-то мама говорит давай пошел в ванну ну просто выплюнул все то что вот здесь вот вообще их аркадцы то не умеет до маленький ребенок я потом пошла посмотрела там было коричневого цвета мокрота то есть и потом он меня перестал кашлять просто и все то есть это мы сидели на гормонах я потом поняла думаю что то гормоны вот что они делают то есть они ра они ему делают ну просто расширяет получается а там то все вот это вот как это что-то там гниет или что там вот это вот все потому что у нас стафилококки и стриптококки они были 10 в 18 степени мы вот в плюс знаете плюс 23 пишут там плюс вот ну как-то вот 10 и плюс вот вверху мы ходили мы были постоянными на лаборатории вот шевченко у нас в хабаровске есть мвд лаборатория нас там уже знали вот больше получается года мы постоянно ходили проверялись и у него на не уходили мы вот полгода лечились с экстофагом то может быть кто знает с экстофаг такой вот есть препарат который вот ну как бы говорят безвредный и им мы и дышали его и пили он от этих стафилококков вот как бы а мы больше года полгода где-то лечились и у него все постоянно росло то есть каждый месяц у него вырастало сначала было просто 10 что-то какая-то в первой степени потом в 10 в третьей степени и вот как-то вот все это по увеличилось да и я потом лору говорю а вы знаете ну у нас был приходящий лор я говорю а у нас постоянно как бы вот такие анализы на говорит ну ничего страшного главное чтоб он не заболел и все то есть она нам выписывал что она выписывал антибиотики это супракс клацит ну то есть это это постоянно он пил такое пенициллиновая ему нельзя было его таким образом как бы да я поняла что что делает как бы лекарства то есть гормон сам вот этот вот именно серетит и конечно сейчас я так рада потому что я говорю мы пришли к врачу она нам назначает дозу еще больше гормона говорит увы он у вас хашляет до сих пор давайте увеличим дозу давайте вот это не надо вот это нельзя ему есть то нельзя короче говоря мы не в театр не в цирк мы не могли ходить и представляете жизнь жизнь в четырех стенах ребенка как бы да я старалась его конечно выводить в люди на дне рождения мы не ходили потому что он или заболевал постоянно у нас то есть по два три раза это по стабильно было в месяц то есть это постоянно были лекарства постоянно были какие-то небулайзеры гормонов ну то есть мы это вообще постоянная была тема муж у меня просто конечно ему надо тоже память поставить потому что он это все смотрел к же приходит хочет отдохнуть а тут опять вот это скорые опять больные опять больница и ну и ну и так далее и вот эта коралловая вода вот сейчас ребенка нет он у меня уехал в лазер так играть да то есть я его просто сейчас спокойно отпускаю вообще куда-то куда он хочет вот и не потому что он у меня перерос да за никогда где-то через пять месяцев после того как мы начали ну то есть он начал не отпаиваться водой то есть он отхаркал мокроту перестал кашлять да дальше я подключила что паразитарную программу и потихоньку то есть начала с коры муравьиного дерева то есть есть такая вообще чистая кора она находится в германии благодаря тоже марина безгубенко большое спасибо марине что она меня все таки сказала купе давай возьми эту кору то есть она помогает для аллергиков то есть просто ну как бы да я как-то не верила я боялся говорю ой да зачем мне вообще трава мне вообще не нужно никакой травы она говорила что надо обязательно и благодаря наталья васильевна савчик тоже благодаря ей вообще я тут мне кажется я всех замучила здесь в караловом клубе потому что ну приходишь туда и не знаешь и то есть боишься всего да и я всех трясла трясла как грушу все всем надоедало и благодаря я хочу сказать большую благодарность женичка ослякова и налатыпова за терпение вообще женя меня вела ну потому что как бы женя медик да я как-то вот очень много врачей еще в караловом клубе меня это тоже очень зацепило ну как потом зацепила сейчас уже как потому что ну в самом начале конечно я пришла в караловый клуб жени сказала что она медсестра вот и конечно она очень уверенно говорила все я ей доверилась вот и конечно как-то потихоньку постепенно у нас были обострения вот все говорят а что есть побочка какая-то но побочка конечно вот это вот все что лежит внутри она же должно как-то вылезти каким образом да через простуды нету такого чтобы человек там помер где-то да шел шел и упал побочка какая что вдруг он заболевает вот у меня ребенок я когда его начала давать эту вот эту кору лист черного ореха это самое первое что я ему тогда дала и он ушел на улицу одну штучку он съел пришел а у него температура 38 с половиной и вообще понять не могу что такое я ему кара а знаете вот как эти вот если резко поднялась температура вот опять же эти кораллы опять же опять же они то есть что они делают они как они сто раз лучше чем уголь активированный да то есть они он на себя царбирует вообще всю грязь все токсины вообще отлично просто помогают при ротовирусе ой вообще вот говорю хаотично простите меня да вот нету еще в голове такой чтобы прям по полочкам рассказать вам все хочет это много очень информации голове эмоции много а и вот я ему дала этот коралл получается когда у него температура 38 с половиной да он запил водой и у него температура снизилась до 30 до 37 я потом еще один коралл он дала опять с водой кораллов горяченькой да и у него раз опять она 36 и 6 температура потом значит опять даю ему лист черного ореха и опять него температура 38 с половиной у меня муж приходит это что же что с ребенком что 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 такое вы пьете у вас какая-то но вот это вот побочка да а что это такое то есть это интоксикация то есть вообще вот эти вот все все бады они направлены на что они убирают вообще выносят просто на ней ну как бы не убил они не убивают на на них просто так скажем этот парализуют наверное вот так право правильно сказать вот лекарства которые противопаразитарные в аптеках они они наверное убивают да почему вот но я очень много наслышана что у у людей потом возникают гепатита гепатиты b гепатиты цену то есть на фоне вот кто вот принимал такие препараты многих почему больше вдруг там какой-то большой живет длинный длинный красивый да такой как червяк ну вот я раньше даже не думал что не задумывалась что у людей есть как вы червяки там паразиты я даже не думала об этом как-то и не задумывался вот никогда да ну какой-то бред на чём вообще зачем зачем как бы до людей там как-то живут люди спокойно доживут какие-то паразиты там что-то покупаете что то тогда вот это думаю бизнес опять продвигает там что то свое ну какая-то ерунда Но сейчас я думаю, что на самом деле это правда, на миллион процентов, потому что ребёнок мой когда-то, я не знаю, я не ковырялась, конечно, в калии, но у него очень много, тут есть в компании чеснок, и он так этот чеснок ел, а он такой был в капсулах ещё жирненький, там масло чеснока, и вот он его прям по 20 штук на завтрак, по 20 штук на обед и по 19 на ужин мог съесть, и вот так вот где-то 4 банки где-то он съедал, ну за месяц, да, я помню Инне звоню, Инна провизор, я говорю, Инна, вот он у меня столько ест, это не вредно, а Инна говорит, ну это не вредно, но лучше уберите, ну чтобы как бы там просто желчь гонить, или там что-то ещё, да, такое, но оно как бы это, чтобы там чего-то, диареи там, что-то не хватило, ну не произошло какое-нибудь, да, дисбактериоз, ну что-то там, дисбактериоза или что. В общем говоря, он у меня как-то в один прекрасный день в 6 часов вечера говорит, вот у меня живот вокруг пупка болит, и очень сильно причём, я ему давай массажировать, массажировать, ладно, это один день, второй день в то же время, смотрю 6 часов вечера опять там же, я опять Инне, я говорю, Инна, почему у него вот там болит, ну Инна как бы провизор с медицинским образованием, она объяснила, что вообще, ну там вот, в том месте вылазят, ну там острицы вообще у детей живут, ну острицы в кишечнике, да, то есть они вылазят покушать, покушать там и в 12 ночи или в 6 вечера, ну то есть у них какой-то вот такой период. И он же у меня пошёл в туалет потом, то есть почему как бы я говорю, что у него какие-то, вот до сих пор я помню вот эти вот белые какие-то круглые, ну непонятные что-то там вот, но их было много как бы, ну немного, наверное, штук, я не знаю, 7, ну может быть там где-то в глубине ещё было, вот, ну я как-то это всё смыла и делала, ну как бы, ну что мне там, фотографировать что ли, вот. Вот, и я не стала. И, конечно, сейчас он у меня вообще, с то, что с животом, у него вообще нет проблем, уже сколько вот времени, вообще нету таких вот, ну что у него живот болит, чтобы он жаловался, да, вот, и всё благодаря тоже, вот, да, мы проходим паразитарку, делаем, он у меня пьёт витамины, то есть клеточное питание, ну то есть как бы всевозможное, всё, что вот есть в кораллон-клубе. Ещё я хотела сказать про одну вещь, про, а расскажу ещё, знаете, что, про ротовирус, вот который вот, это меня тоже очень сильно зацепило, это когда вот было, мы только начали тоже это пить, вот как работает вообще вот этот коралл, просто один коралл, это вообще, конечно. Вот 8 часов утра он опять проснулся, то есть он у меня переболел, неделю как-то, да, мы с ним пошли там гулять по городу, и он что-то там, видать, подцепил, ну, неделя-то, в принципе, иммунитет-то слабый, пропил клоцит неделю, и думаю, ну что, пропил же антибиотик-то, ну нормально, пойдём гулять, всё уже, пошли, и он заболел, у него опять, то есть прошлись мы там по городу, и мы пришли, я проснулся от того, что он опять горячий, смотрю, у него температура 38,5, вроде как же неделя вот прошла, и сегодня как восьмой день, и он опять заболел вечером, получается. Я думаю, да ёлки-палки, то есть опять, получается, ему нужно пить антибиотик, у него всегда шла обструкция на бронхи. Да, и, конечно, да, сохраню эфир, ну я там нажала на стройках, и он у меня, получается, просыпается на следующее утро, и его очень сильно тошнит. И он начал вырывать до такой степени, что у него была, ну, во-первых, зелень, зелень такая, знаете, как это сказать, болотная прям, болотная всякая разная, а потом уже пена пошла, пена уже нечем просто вот вырывать, то есть у него просто позывы идут, и всё. И он уже вот лежал у меня, это было 8 часов утра, и муж у меня кричал матом, конечно, давай вызывай скорую, я говорю, подожди, ну а мы уже год как назад, мы же были в инфекционке, там такой стресс был, и у ребёнка как бы, ну, вообще трое его держало, и его капали, да. Это вообще зрелище. Я говорю, я позвонила опять Евгении Раслякову, опять же, и Нила Типа, я говорю, ну что делать? Они говорят, кораллы, у меня муж вообще меня чуть тут не убил, с этими кораллами, я, конечно, я понимаю, я бы сама, наверное, уже с ума сошла, одни кораллы, кораллы, конечно, можно, ну, вообще, нормальный человек, как бы это, ну, тяжеловато воспринимать, да. Он говорит, иди врачей вызывай, я говорю, слушай, ну давай попробуем, говорят, кораллы. Я говорю, ну мы всё равно, в любом случае, поедем, поедем, ну, на скорой, по-любому поедем. Говорю, ну что, давай попробуем. Всё, я взяла, сама, у самой руки дрожат, думаю, сейчас что-нибудь ещё, господи, думаю, ну ладно, взяла, насыпала в деревянную ложку, водичкой туда плесканула, и к ребёнку подошла с водой, да, с водичкой. Я говорю, Кирилл, ну давай, говорю, поднимайся. А он так лежал, знаете, прям ноги под себя поджал, сильно-сильно, и прям вот у него очень сильно болело и резало там всё. Я ему дала этот коралл, прям он выпил всю ложку столовую, ну и водой чуть-чуть запил, и лёг. И буквально минуту он разжал все ноги. То есть он просто рожал и лежит. Я говорю, что он болит? Он говорит, нет. То есть ему полегчало сразу, мгновенно. И мы же тогда, вообще, вот при такой ситуации, он то, что вырывал зеленью и пеной, ну это вообще, конечно, это... Это только к врачам. Ну то есть я раньше бы никогда бы ничего бы не экспериментировала. Ну что за бред-то, конечно. А тут получается, что кораллы опять помогли. Потом, значит, что я дала ему, я давала ему серебро, пшикнула там, потом давала... А, я его, нет, потом его... То есть я его отпаивала водой. Он у меня через 20 минут захотел кушать. Я Жене опять расляковывала. Я говорю, Жень, что делать-то? Он у меня есть хочет. Она говорит, ты что, ему нельзя. Он же сейчас, он же обезвоженный у тебя, куда ему кушать? Я говорю, а можно, говорю, ему сделаю кашу такую, ну как такую, знаете, слизь такую, чтобы разваренную? Ну и как бы вот эту вот, именно вот не кашу саму, а вот эту водичку давать вместе. Она говорит, да, давай вот так. То есть ложку даешь, там через 5 минут ложку коралловой воды. То есть вот так потихоньку я его отпаила. Потом он у меня уже, через час он съел уже у меня где-то, ну где-то вот столько, да, вот каши. Вот именно вот этой вот разваренной. Вот. И постепенно, я ему добавляла туда уже ассимилятор. То есть потихоньку я его уже, да, суперфлору, ассимилятор. То есть суперфлора, это что? Это пробиотики. Потом я ему давала уже там, а, это я давала после того, как пришла врач, наша вот эта с аллергией, которая, да. То есть она пришла к нам и говорит, ну что у вас? Я говорю, ну вот у него вот, то есть работа такая открылась, что я делаю? Она говорит, что вы делали? Регидроном поели? Я говорю, нет. Я ей показала вот это. И она прочитала, говорит, ну все, тут в принципе ни парисорба, ничего не надо, говорит, все, все тут есть, говорит, ну все, все. И она как-то, знаете, она его просто послушала и говорит, ну нормально, говорит, что. А он лежал уже нога на ногу, он смотрел телевизор. Она пришла в 12 часов дня. То есть уже я его вот это время, с 8 до 12 я его отпаивала водой, да, потихоньку кормила кашкой, отпаивала опять водой коралловой. И вот таким образом потом она, я потом ее спросила, а что это было? Она говорит, это вирус, вирус. Я говорю, о чем, что ему давать? Она говорит, противовирусное давать. И я такая сразу просила, так, противовирусное, это значит, можно давать вот это, то есть, ну как бы это, как вам сказать, кору муравьиного дерева, пшикать серебро, да. А потом она говорит, дайте ему этот, как его, бактерии, ну хорошие бактерии, как называется, забыла. В общем, Бифи Форум там, например, что-то такое, да, этот, Линекс. Я про себя думаю, так, все, у меня есть Суперфлора. И как-то, знаете, вот это все, оно меняет, конечно. Ну почему? Я доверяю, например, Кораллу Клубу, да, ну кто пока не знает. Тут качество продукта, конечно, вот его пьешь, и оно, ты чувствуешь прям, как вот тебе хорошо. Вот ты пьешь, чем больше пьешь, тем больше хорошеешь. А, например, аптечные какие-то препараты, да, ну как-то вот особо, ну может быть там, конечно, тоже хорошо, но как-то вот я не заметила вот с ребенком. Хотелось бы лучше, да. Вот. И, конечно, там же таблетированные формы, там же таблетки, химические препараты, а здесь вот это травы, то есть как бы они, это вот испокон веков же наши бабушки, они же что, они же, таблетками нет. У меня вот, кстати, моя бабушка, я помню, она что-то собирала, какие-то травы, какие-то настойки там что-то делала. Вот у меня, кстати, папа тоже настойки делает. Вот. Вот, кстати, папа присоединился. Папа, привет. Вот. И, конечно, коралловый клуб, он заменяет, заменяет вообще конкретно просто аптеку. То есть это прям конкретный конкурент аптеки, в хорошем смысле слова. Потому что это для людей на самом деле, ну, для людей это спасение. Если вот он, человек поймет вообще концепцию вот этого здоровья, то есть он начнет, у нас вообще вкусы поменялись. Мы раньше постоянно ели колбасу и сало. На сегодняшний день как бы ребенок у меня... Ребенок у меня особо как бы сейчас... Ну, такой... Он меня раньше постоянно ел жирное на ночь, там, да, что-то вот такое. Мог... То есть раньше у нас вообще образ жизни наш, он далек был вообще от здорового. Мне кажется, это все, конечно, идет от родителей, да, вот кто... Нам надо даже научить этому. Я, кстати, хочу тоже сказать, вообще большое спасибо Кораллову клубу, потому что Кораллову клуб – это не просто банки, это не просто эта вода, это не просто торговля там какая-то, и то там их... Никто не бегает с этими банками, никто никому не пристает. Есть просто офис продаж, есть 350 офисов продаж, да, вообще официально, то есть там вообще во всем мире более 200 доставок, да, по всему миру, то есть могут доставить там в деревню куда-нибудь. То есть это все, ну, как бы такая вещь, знаете, никто никому не предстает. То есть дают людям варианты, бери, бери, доделай, бери, разбирайся, да, никто никому не это. И все вот, и некоторые говорят, конечно, что почему это все, и раз это так все классно, ну чего по телевизору не показывают, но, господи, а на счете по телевизору кто-то поверит, что ли, что это классно, да, сегодня столько информации, что просто никому ничего не надо. Поэтому сейчас идут все вот через вот этот сетевой маркетинг, ты попробовал, расскажи другому, да, ну и в принципе сейчас везде вот эти дисконтные карты, ну это просто уже сейчас мир меняется, к этому просто или подстраиваешься, или ты догоняешь, или ты отстаешь. И вот эти бады, это уже было уже в принципе давно, но сегодня это вообще очень актуальная тема. Показывает, что заканчивается время. Ну, давайте я еще раз сейчас зайду, если вы хотите, как бы я еще раз сейчас зайду. Вы тоже заходите, если есть вопросы, я вам отвечу. Так, заканчивается 5 секунд. Так, заканчивается. 1. 2. 3. КОНЕЦ. 3. ой елена борисовна здравствуйте всем здравствуйте еще раз ну вот там девушка спрашивала просто не смотрела все эти как сказать вопросы что делать когда что делать когда у ребенка температура до 9 месяцев ему ну то есть вообще как давайте ему во первых во первых это что это вот что вот вот это вот вообще вот когда температура в этом как бы начинайте с этого то есть заварите себе водичку заварите водичку коралловую на на кружку да там на стакан возьмите такой стакан например просто да сделайте так возьмите одно саше то есть вот на кружку брызгайте пшикайте каждые полчаса можно быть какая температура ребенка да да в принципе не важно вот просто возьмите его и брызгайте ребенку по 4 пшика там одна доза это 4 пшика мне кажется 9 месяцев она она же знаете она же не это же не химия это не химия и когда у него сойдет уже температура уже там можете там один утром вечером побрызгайте да там или три раза в день по 4 пшикали по 3 пшика я просто ребенку давалось пить то есть я уже ему потом я говорю слушай сына говорю на хлебника то есть он у меня вот это вот выпивал просто да и все и ложился спать там два раза как бы выпил там вот и конечно что в микро гидрин аж минус 500 вот еще есть такой да то есть это делает воду еще более отрицательно еще более щелочной дает много энергии убирает вот эти свободные радикалы в значит в крови вот это все что плавает вот это все она убирает вот о чем я еще хотела вам рассказать вообще хотелось конечно с вами вот этим опытом поделиться еще опыт конечно есть вообще на этом на этом на этих коралловых продуктах да если взять меня например я вообще как бы тоже аллергик и я сейчас это забыл что это такое то есть я вообще просто полностью меня вообще тек текло из носа постоянно я помню вот этот хронический танзелит который меня мучил постоянно и вот все что кончается на и танзелит гастрит там андексит на что то что еще может быть да это все это все значит кто то там есть то есть нужно бороться с этими так скажем с этой инфекцией паразит ну паразитарной инвазии там ну то есть вот в принципе агрессия вирусов бактерий паразитов это не только это не только какие-то глисты длинные да это стафилококки стриптококки которые тоже они являются очень опасными для организма вот поэтому это все она подчищает все становится меньше его становится всего меньше в организме и вы не захламляетесь и вы просто очищаетесь и то есть вы делу вас такая знаете как вот зубы почистить вы же вы же чистите с утра зубы да вы же моетесь а изнутри нас никто не не учил этому делать и благодаря вот коралловому клубу вот он это придумал видать да ну может кто то еще но я не не слышала ни про кого больше чтобы вот так вот мыли изнутри человека такая концепция здоровья какая то есть берешь детокс программу сначала то есть мы ее пьем постоянно с ребенком то есть детокс программу входит что это это лицетин это это кораллы эти сами это микро ядрин или аж 500 и ассимилятор то есть это это у нас постоянно и но стопа мама привет вот и что она делает то есть вот эти все яды токсины химикаты мы дышим ими постоянно то есть выйдем на улицу то есть кто-то курит мы кушаем да вот на дальнем востоке вообще у нас тут красота что есть там китайские продукты очень вкусные приезжайте пахнут замечательно а вот и очень много витаминов там да поэтому здесь такие все здоровые люди особенно на дальнем востоке и ну и плюс еще конечно экология у нас здесь способствует быстрому так скажем выздоровлению да в кавычках и конечно это все но и мне кажется это не только на дальнем востоке это вообще проблема всего мира вот но поскольку мы живем на дальнем востоке вот частности да я могу сказать конечно что дальний восток он этим очень сильно но то аллергия например астма да тут просто тут мы живем на болоте как-то вот вот грибы вот эти все летают ну никто я в принципе об этом даже раньше не задумывалась про эти грибы благодаря каташо или не борисовне на сегодняшний день тоже очень много узнала вообще кораллы клуб он обучает здоровому образу жизни то есть это это и движение это это психология это правильное питание это вообще норма воды да вообще как бы культура питья ну и потом конечно что мы можем изменить там на генном уровне что ли что-то конечно это все как-то но что там еще у нас есть забыла уже какие-то там много диагнозов и всего лишь 12 причин всех болезней да но очень многое решает коралловый клуб основное то что еда питание до вода ну и как потом после того как вы почиститесь вы начинаете у вас как-то мозги светлеет что ли я вот у меня посветлели они вообще я начала сейчас очень много понимать вообще в отношении ребенка вообще вот в отношении вообще всего то есть просвет светлеет видать они до того зашлакованы и что там столько груды знаете всего что вот очень тяжело было раньше как то этого все замечать а сейчас это намного легче потому что во первых ты очищаешься ты себя чувствуешь как-то легко а еще у них есть такая коловада которую сейчас все ждут всегда всегда ее ждут заказывают и прям такой ажиотаж это просто ну как раньше наверно как вот раньше вот колбаса хорошая была я помню когда такая вкусная там очень в очередь стояли до люди а здесь сейчас уже не за колбасой стоит за коловадой вот после 50 лет людям же что как это колоноскопию до рекомендуют проходить а зачем вот главное что после 50 только а у меня есть подружка и знакомый который вот тоже вот но есть сколько 30 лет она проходит то есть она знает то есть многие кто знает они они это делают я вот ни разу не делала и в принципе в кого в коралловом клубе в принципе это можно и не делать и не дожидаться когда там тебе да начнут то что-то проверять то есть ты можешь до этого даже не нужно до этого доживать и ждать вы просто берите и делаете все по концепту здоровья и будете и будете здоровы потому что колова да она чистит вот это вот большую вот это вот этот кишечник весь собирая все собирая все яды и то есть со всех мозги почки печень то есть она собирает просто отовсюду эти все токсины яды помещает в кишечник да потом там пьют пьют вот говорят что появилась в москве колова да да супер я это же пропила это просто классная вещь и вот детям нельзя давать колова туда колова да вообще очень классно там можно давать порошки я давала ребенку порошки это классная вещь вообще она вот если вот аллергия аллергии но почему астма произойти возникает это вот кишки грязные это лимфа за такая загаженная что просто вот и а ты еще и еще таблетками да ты еще гормонами там ему иммунную систему отключаешь она вообще не работает это вообще такая красота вот но вообще лечение у нас вообще медицина это конечно ну не знаю я просто из здорового человека можно сделать к коллегу на раз-два просто вот даже рекомендуют всегда не антибиотики все люди врачи да не страхуются как-то но это вообще такая тема нужно брать здоровье свои руки это это вот сто процентов я сейчас если может быть даже врача и вызову но это только вот так он может послушать или скорую послушать бронхи да послушай бронхи в ухо посмотреть что-то там а все остальное я сразу звоню я сразу пишу ну сразу как бы у меня есть в каран клубе очень много людей врачей медиков да и главное они совершенно другого качества врачи то есть тоже с медицинским образованием тоже они обучались но у них совершенно по-другому складываются все пазлы в голове и главное что это все только на пользу идет потому что вот те врачи которые с кем я сталкивалась раньше а во первых они сами здоровьем не пышет да и они что-то рекомендуют людям но не знаю как можно а здесь как здесь очень много людей практически вся компания 21 год компании люди из такие вопросы решают огром просто ну аж волосы иногда вот просто дыбом до становится вот вот как можно вот вот дать вика литвинова коралловом клубе как вот клапан сердца можно восстановить ну это вообще или там кишечник желудок упал в кишечник на 8 сантиметров до татьяна вот но я вообще вот для меня конечно и вот восстановление всего этого я конечно ну тоже там аллергии ну это все за аллергия астма это сейчас это вообще как простуды решаются на самом деле с этой продукции это решается как просто нужно время пять шесть месяцев пропить это все пить да и главное что делать это надо а то некоторые вот я попил у это чуть не помогает там какую-то ерунду там да ну ну как выпили вот сейчас вот мне звонят очень много людей пишут я их консультирую на самом деле да вот консультации даже вот у меня в казахстане у той дым да люди это я звонят отовсюду и детей мы поднимаем на самом деле я я не врач я не врач и я поднимаю ребенка но это вообще вообще просто в голове не укладываться и потом конечно вот эти слова благодарности то есть спасибо большое там что вы да вот это вот как-то и меня не укладывается в голове потому что я же не медик я же не медик не врач ну что я сделала это все благодаря компании благодаря компании благодаря людям которые вообще Благодаря Леониду Августовичу Лапу Это президент компании Который вообще эти кораллы Привез вообще с Японии Что он увидел это А потом уже дальше больше Что люди сделали Ну как бы не люди Научные умы Сделали такую концепцию здоровья Что пошаговую Везде есть БАДы Компаний там много А БАДов много тоже А системы нет И здесь в компании Кораллы Клуб есть система Куда человек просто входит Просто входит и все Если он пошел по ней Именно надо идти Хотя бы 5-6 месяцев И разбираться А не просто купил очередную баночку Это не аптека Тут действительно очень много Я вообще засыпала В Кораллы Клубе есть Врач Ольга Бутакова Вот Ольга Бутакова Она Вообще просто легендарный человек Я под нее засыпала И просыпалась Это ну Такому знаете Не научат нигде Вот если бы В школах вообще Хотя бы ввели такое Чтобы дети знали Что воду хотя бы надо пить Вот Вот бежал ребенок И упал Я вообще Сейчас знаете В таком шоке Иногда У меня ребенок ходит на самбо Я Пришла И говорю Почему ты Ну Кирилл Не пил воду А он говорит А мне не разрешают Я говорю Почему тебе не разрешают Я пошла Я пошла К тренеру разбираться Почему он не разрешает Воду пить А он говорит Вы знаете Нас так учили Ну это как закалка Как бы характера И они Они бегают С 6 до 8 И Ребенок захотел попить А они ему не дали попить Это вообще какой-то бред И сейчас сменился У них тренер Я потом пошла Уже к этому тренеру И говорю Вы то пить даете Он говорит Ой Вы что Говорит Конечно Вы садитесь уже И он Я смотрю Он в процессе Как бы Всех гнал пить Ну воду То есть если воды Не допиваешь Это уже Ну как обезвоживание Да Вот у меня очень много людей Знакомых Который вот шел Шел и упал Упал Ударился Ишемический Геморрагический инсульт Ну вот Как бы У меня подруга Тоже Ну почему Почему Ну вот перенервничал Очень много Конечно Три дня Плюс еще А когда нервничаешь Кровь сворачивается Да Ну то есть Это уже другая тема Я уже тут Я мне кажется Могу говорить И говорить Потому что Другая тема Вот у меня Хотела бы Вот про аллергии Если нет у вас вопросов Можете конечно писать Если что-то Может я не сказала Потому что Эмоций Много В 2019 году Я вообще была Ну мне кажется Мне казалось Что я все уже Нормально К нормальной жизни Очень тяжело вернуться Так скажем Знаете Потому что весело Тахикардия Аритмии И так далее И конечно Вот сейчас То что я сижу Разговариваю Уже там Я не знаю Какой второй час Да Раньше Я там до 5 минут Даже поговорить Не могла То есть у меня Не хватало воздуха А сейчас Кстати я сижу Разговариваю У меня даже окно закрыто И воду я не пью Да Вот Надо попить Угу Это я сюда Найла Эту кораллую воду Вот И конечно Ну это вот Отдельная тема Я хотела бы Тоже сделать прямой эфир По вот этому Инсульту Инфаркту Потому что Я через это прошла И Ну У меня было Прединсультное То есть это Вот Это вы знаете Грань такая уже была Когда вот Вот сейчас Вот все уже А потом Когда лежишь У тебя уже Там кто-то что-то Говорит за спиной Да Ну почему В принципе Вообще уже Мы пошли Поехали Покрестились И в храм И я приняла веру Ну то есть там Как-то знаете Вот это все Оно Пока не дойдет Вот до чего-то Да Человек Ну Человек Он как-то Ни на что Не обращает внимания Вот Конечно Надо собой заниматься Тоже Про себя не забывать Вот кстати Хочу сказать Мамам Тем Которые Лечат Восстанавливают Да Взялись За ребенка Хотят его восстановить Здесь Здесь такой процесс Что ну нужно пить Это Кто-то где-то Стрессует Конечно У мам Нервы сдают Вот Кто-то что-то Это Не допаивает Ребенка Там начинает Знаете Нервы Вы просто Наберитесь терпения Да И кстати Сами пейте Это все И обязательно Нужно грифонию Обязательно Я вот об этом Не знала Что ну Как-то вот Нужно собой заниматься В процессе Чтобы хорошо выйти С этого состояния Чтобы не было проблем Потом у вас На фоне Этих стрессов Всяких Вот Ну может быть Это я такая одна На всю планету Не знаю даже Может кому помогу Если хорошо Вот Ну В принципе Вот о чем я хотела Рассказать вам Друзья Наверное Надо заканчивать Могу с вами Конечно Еще и долго Разговаривать Вот Ну у каждого Свои есть дела Я сейчас Запишу Да Весь эфир Прямой Вот Если вы Какие-то есть вопросы Можете написать Да Я тоже вот понимаю Что конечно Мы не перестанем пить Так Купили попали Бекурунгу Папайя Бекурунгу Да Ну вы молодцы Значит 9 месяцев Ребенку Красные щеки Ну это вот Кишечник Папайя Да Папайя Хорошо На папайю У вас нет аллергии Ну просто знаете Когда я пришла В коралловый клуб У нас на многое Была аллергия Я не могла Я накупила Тут целую кучу Смотрю У нас же на траву А у нас же А нам же тоже Знаете как сказать Люцерну я боялась давать Ой трава Так Это трава Это думаю Какая-то луговая Сорная Так боюсь Накупила главное И боюсь Так вот Ну потому что Сказали же Я такая пошла И то И пятое И десятое Со страху накупила И ничего не даю Но на сегодняшний день Да Как бы потом постепенно Он все это Я все ввела Он все пил Абсолютно все До сих пор Он у меня все может пить Я вообще так поражаюсь То есть как я его перевела С лекарственной терапии На гомеопатию Это вообще круто Круто Просто круто И сейчас Вот он у меня пьет И пьет Он у меня на паразитарке сидит С девятнадцатого числа Я ему и даю Он у меня там по две штуки То есть вообще По две-три раза Там кора муравьиного дерева Лис черного ореха Там по одной штуке три раза Да А пистоп Я ему там даю Ну по одной-два раза То есть там Плюс еще серебро Там серо Ну много чего Печень поддерживающая В общем Здорово Что вообще Есть такое место Где человек может Повысить уровень Своей жизни Вот Качество своей жизни Потому что это на самом деле Вот ребенок сейчас У меня и Ходит везде где хочет Да И я за него не переживаю То есть он придет Я ему ну Дам ему воды Дам ему там Ферментов Ассимиляторов То есть как бы Есть такие знаете Ну корректоры питания Да Вот И поэтому Уже и Муж у меня спокойный И все у нас теперь Вот как бы Все счастливы Все хорошо Да Вот на этом фоне Поэтому Я вам желаю Я вам всем желаю Чтобы у вас Всегда Всегда было здоровье Чтобы вообще Никогда Даже Ну то есть вы Не задумывались Даже о том Что Ну вот простыл Ну господи Ерунда Дайте ему воды Коралловой Не надо ему давать там Какое-то Противовирусное Сразу до средства Дайте ему воды Коралловой Промойте Вирус умывается водой Да То есть вот такие вещи Элементарные То есть коралловом клубе Всех учат Обучают Вот Большое спасибо Всем За просмотр Очень рада Вообще Классная такая Вещь Прямые эфиры Буду Стараться проводить Усовершенствоваться Сегодня был первый раз Так скажем Этот Экспромтом Даже Особо не готовилась Вот Поэтому огромное Спасибо Хотела вам Еще Рассказать Много чего Но в следующий раз Подготовлюсь Еще больше Вот Всем спасибо Большое Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует